Это же ужас, понимаете, чем мы живем? Это ужас. Нет настоящего счастья здесь. Оно все пропитано глупостью, в которой мы живем. Нет, даже в семейных отношениях нет настоящего счастья. В отношениях у нас нет старших. Вы понимаете, какое счастье иметь наставника в своей жизни? Который откроет тебе глаза на жизнь. Это же огромное счастье, ничем не сравнимое. Гораздо выше счастье, чем иметь отношение в семье. Гораздо выше. Но люди этим просто не знают, и все. Какое счастье иметь людей, которых ты учишь, как правильно жить. Которые готовы тебе служить, чтобы ты дал им знания. Какое счастье отношений с этими людьми. Какое глубокое счастье человек испытывает от этих всех вещей. Это духовная жизнь называется, понимаете. Искренние и глубокие отношения многим людям недоступны. И поэтому люди извращаются. Я в парке Горького как-то был, смотрел, как люди извращаются. Мне экскурсия такая иногда полезна, чтобы мозги пришли к ному. Значит, такая вот качель, такая вот карусель. Мне люди садятся, добровольно, никто их туда не тащит. Добровольно садятся. И эта качель начинает качаться сначала. Раз, два, три, четыре. Их привязывают вот такими всеми. Для меня они там все привязывают. Раз, два, три, четыре. Потом, опа, вот так по кругу пошла. По кругу. Она опускается вниз и так. Начинает крутиться. Они вот так орутся. Потом раз, она крутится, крутится, крутится. И начинает крутаясь, вращаться еще вот так. И потом вверху раз, замирает. Они, наверное, ногами визжат. Я смотрю, а я встаю внизу и смотрю в глаза. Изучаю. Глаза безумные совершенно. Совершенно безумные. Потом, когда они вылазят, я подхожу, говорю, вам понравилось? Очень. Второй вариант. Вышка такая, высокая-высокая штука такая. И медленно проходили такая экскурсия, такая по Москве. Поднимаются, поднимаются вверх. На самую высоту там, в несколько девятиэтажных домов. Такой столбик высокий. И потом, потихоньку вниз. Потихоньку вниз. Потихоньку все быстрее, быстрее, быстрее. И падает вниз уже все. И в этом раз возле земли остановилось. И потом вверх опять поднимается. Они уже орут. Потому что она просто поднимается вверх. Потом еще сюда, 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 сюда. Я вписывал. Понравилось? Да. А зачем людям все это надо? Как вы думаете? Грады за ребенку учить. Потому что, если человек не испытывает глубоких эмоций в жизни. От любви, от отношений. У него сердце от этого не стучит. То ему надо хоть, чтобы оно хоть от чего-то стучало. Понимаете? Хоть от чего-то. Это ужасно. Это ужасно. Это ужасно. Просто ужас. Как мы живем? Почему? Потому что нет настоящего вкуса. Глубокого вкуса. Ведь когда ты отношения со святым человеком строишь, ты начинаешь бесконечные вещи видеть в этой жизни. Знание приходит в твой сердце. Первое – вечность, я уже сказал. Второе – знание. Что такое знание? Знание о том. Знание, настоящее знание о том, как быть счастливым. Вот, допустим, у вас, вы не можете устроиться на работу, испытываете страдания. Что делать? Видите, знания нет. Ну, что делать? Ну, вообще не можете устроиться на работу. Вообще не можно. Что делать? Знание получает. Вот смотрите, сейчас я вам объясню. Вот попытайтесь это сейчас понять. Я вам объясню, как что делать. Если вы услышите меня, то вы это сделаете, у вас все будет классно. Сразу же, как только вы это сделаете. Смотрите, все очень просто. Берете, смотрите на святого человека, начинаете кланяться ему и говорите ему, я хочу жить для тебя. Я так устал в этом мире. Здесь все так тяжело. Я хочу жить для тебя. Пожалуйста, прими мое служение. Пожалуйста, прими мои поклоны. Пожалуйста, дай мне знание, что я душа. Что я не тело, которое хочет работать. Что я душа. И так кланится человек, кланится, плачет по этим отношениям. Как мать зовет сына в лесу. То есть сын зовет мать в лесу, он заблудился. Так человек по святому человеку плачет, плачет, плачет. И постепенно чистота вот эта в сердце его входит. Как только чистота начинает входить в его сердце, Веды объясняют, что в это время восход удачи начинает подниматься на горизонте его судьбы. Потому что вся проблема наша заключается в том, что нам действует карма. А духовная энергия, Веды описывают, точно так же, как солнце рассеивает тьму, точно так же духовная энергия рассеивает карму. Знаете, как это технически можно объяснить? Вот смотрите, у нас есть внутри карма, означает сила, которая из нас же действует и не дает нас брать на работу. Теперь смотрите, святой человек, своими отношениями мы служим ему, а его святость пропитывает нас. В результате карма начинает сгорать. Первое ощущение, у меня с работой все будет хорошо, означает, что карма начала и сгорать уже. Второе, что происходит, человек спокойнее относится к работодателям. Он приходит на работу, как бы, и спокойно говорит, у меня такая-то работа, все, его не трясет, не колбасит, он не боится, улыбается. И начинается влияние на работодателя в результате позитивное, без кармы уже. А мне сегодня один мужчина подошел и говорит, знаешь, у меня вот с сыном так очень тяжело, он меня не принимает. И у меня такая обида сильная на сына, такая обида. Вот я ему говорю, вот если вот с этой обидой вы ко мне обратитесь, начнете меня просить о чем-то. Пожалуйста, Олег Геннадьевич, поговори со мной поглубже, поговори со мной поглубже, поговори. У меня отобьет всякое желание. Это карма. И вот так он сильно хочет близких отношений с сыном, так сильно хочет, что сына отшибло. Он хочет наслаждаться этими отношениями близкими, и сын он там от него. Вот представьте, допустим, муж к вам подойдет и будет говорить, смотри, мне нежно, нежнее. И сын, и сын, и сын. Называется карма. То же так же и на работу, когда устраивает человек. Он очень сильно хочет на работу. Это называется карма. Она так действует, что никто не хочет брать его на работу. Потому что он унижен своим положением. А такой никому не нужен, понимаете? Никому. Там действует судьба. Но когда лотос удачи или солнце удачи восходит на горизонте судьбы, отношения со святым человеком, когда устанавливается, сначала в твоем сердце, потом в окружении, ты это реально чувствуешь, начинает все успокаиваться. Шанти, то есть мир наступает во всем этом. Человек думает, вот это да. Это называется духовное знание. Он чувствует, что победа неизбежна в его жизни, что он все может в своей жизни достичь всего. Но его больше интересует теперь только отношения с святым. Потому что когда вкус меда почувствовал, беды говорят, сахар уже не нужен. Человек почувствовал более сладкое, он не хочет всего остального. Для него, да, он знает, он устроился на работу, но для него это уже второстепенно. Для него главные вот эти отношения, понимаете, которые являются сутью его жизни. У него в сердце возникает настоящая любовь, которая потом распространяется на кого? На близкого человека. Когда ты почувствовал насто... То есть, смотрите, первое — вечность, второе — знание, потом — любовь. Настоящая любовь — то, как святому человеку может быть. И когда человек почувствует настоящую любовь, он любит своего наставника, пусть и своей жизнью, тогда он наполняется этой любовью и может отдавать ее родственникам. Знаете, в чем наша проблема? Наша любовь к близким людям уже соткана из эгоизма, и мы с ней ничего не можем сделать. Вот женщина может и хочет быть нежной, а не может. Потому что он, козел, не понимает моей нежности. Ну, правильно же я говорю? Ну, хочет, но не хватает сил. Не может. Почему нас не хватает сил? Потому что мы слабые в своей карме. Мы слабые. У нас очень сильно желание наслаждаться, и очень слабое желание служить. Когда человек с духовным человеком отношения строит, у него становится в сердце все наоборот. И вот такое желание служить наполняет, что он не обращает внимания на недостатки близкого человека, на то, что он его не любит. Мы, кстати, друг друга не любим вообще. Чтобы вы знали. И, начиная служить ему, постепенно вот эти глубокие отношения устанавливают близким человеком. И тот становится ему так благодарен за это. Это уже счастье, понимаете? Счастье приходит в жизнь человека. Солнце, удача приходит в его жизнь. Ночь пройдет, наступит утро ясное. Знаю, счастье нас с тобой ждет. Понимаете, вот такое жизнь наступает. Солнце взойдет. Понимаете, отстанавливается с солнцем. На горизонте судьбы человека восходит удача. От чего? От того, что он в жизни встретил настоящего человека. Он соприкоснулся с настоящей чистотой, с настоящей святостью. И поэтому он чувствует глубину в этом во всем. В своей судьбе, во всем, что он видит вокруг. Он видит глубину и чистоту. Его привлекают только чистые люди, чистые отношения. Привлекает только настоящая дружба. Ему только этого хочется. Настоящая поэзия. Все это имеет духовную природу. Поэзия начиналась с поэзии о Боге. Если брать раскопки, изучать, живопись начиналась с живописи о Боге. Это потом мы начали рисовать все подряд. Люди сначала хотели рисовать и сочинять стихи о самом лучшем. Они хотели самое лучшее прославлять. Понимаете? А самое лучшее это божественное природное. Люди питали, писали свои летописи о святых людях раньше. Сейчас мы пишем, о ком попало. Потому что у нас нет вкуса высшего. Мы его потеряли в жизни. Я выгнал из дома сына, ему 17 лет. Мальчик предупреждал ранее, что грубить преподавателям нашей семье. И кайфовать опасно. Правильно ли я это сделал. Может быть и правильно. Сына иногда хорошо выгнать. Потому что мальчики, они понимают поступки. Но это надо сделать с добрым сердцем очень. Выгнать его и сказать, все, иди, живи там, где хочешь. Когда это можно делать? Когда мальчик не хочет работать. Наглеет в доме. Чего хочет, то и вытворяет. То есть садится на шею. Понимаете? Он эксплуатирует любовь. Мужчина это должен делать. Он должен сказать, иди отсюда, все. Нам не нужен такой сын. С любовью. Но при этом родители должны сами вести себя правильно. Самое интересное заключается в том, что если люди благостно живут, то сын обычно до этого не докатывается. Понимаете? Иногда бывает, карма его нахлобучит. Но он как-то в рамках себя все равно держит. Потому что сын, он живет своей жизнью. Даже благостной жизнью родителей не означает, что сын обязательно всегда в своей жизни будет благостным. Не обозначает. У него своя судьба. Правильно ли ты выгнал своего сына? Все зависит от того, сколько любви ты в этот поступок вложил. У меня был семинар для бизнесменов. И они меня спросили, как управлять коллективом, Олег Геннадьевич. Как отношения строить с подчиненными, если ты их балуешь, они наглеют. Если их зарплату повышают, они еще больше хотят. Если ты им поглажки делаешь, они на шею садятся. Если ты приближаешь человека к себе, то он немедленно начинает этим пользоваться, в свою сторону. Как строить отношения с коллективом? Пожалуйста, объясните нам. Где здесь проявление любви? Я им начал объяснять, что любовь на самом деле самая возвышенная. Это строгость. Мы забыли об этом. Мы ювелирные там какие-то законы там создаем. Но не понимаем, что строгость с детьми – это настоящее проявление любви. Но строгость должна быть с любовью. Я этим бизнесменам объяснял, руководителям, что если ты хочешь руководить коллективом, чтобы любви тебя уважали, ты должен очень строго к ним относиться, не подпускать их к себе, стараться с зарплатой серьезно как бы себя вести. И со всеми поблажками будь осторожен, не распуская народ. Потому что люди работают для того, чтобы наслаждаться жизнью. Они для того работают, чтобы всем счастье приносить. Большинство людей эксплуатируют старших с целью выманить у них деньги. Так же, как старшие эксплуатируют варшив на работе. Следующее правило. Надо быть честными с ними. Ты берешь столько денег, сколько тебе положено с этой фирмы. И отдаешь столько, сколько положено им. Это чувствуется сердцем. Реально всеми чувствуется. Дальше, ты должен быть строгим и наказывать их. И не сразу увольнять, а предупреждать несколько раз, а потом увольнять обязательно, если не наклеить. А если раскаиваются, обязательно брать назад. Назад нельзя. И с этим я тоже согласен. Все бывает по-разному. Итак, смотрите, интересные вещи. Оказывается, руководитель может настолько держать в руках коллектив. Настолько у него много любви. Потому что чем больше у него любви, тем строже он может себя вести. Понимаете, если он сильный руководитель, у него много любви людям. Он заботится, личные отношения с ними не имеет. Но держит их на жесткой дистанции. Потому что он для них старший. Старший никогда не должен подпускать близко к человеку. Он должен именно дистанцию с ним обязательно. строгость, любовь, дисциплина и человеческое отношение. Что значит? Это не значит, что больше и больше денег, больше и больше. Нет. Это значит, что человек в беду попал. Все силы на то, чтобы ему помочь. Все силы на то, чтобы ему помочь. Руководитель должен так сделать. Он этот человек никогда об этом не забудет. Никогда. Первым, кто звонит, это руководитель. Он говорит, что с тобой? Сейчас мы тебе поможем. И он дает силы, средства на то, чтобы его спасти из трудной ситуации в жизни. Вот так должен старший руководитель себя вести. И люди его будут любить. И строго себе принимать как должное. Но есть одно условие. Он никогда не должен обманывать своих подчиненных. И вести с ними хитрую игру. Понимаешь? Он никогда не должен этого делать. Это очень ценно знать. И тогда ты будешь развиваться и процветать. И они не будут беспокоиться о том, что у тебя есть деньги. Не будут беспокоиться. Потому что они будут понимать, что ты этого заслужил. В какой-то степени будут понимать. Поэтому руководитель не должен грабить, ну как бы сильно грести под себя. Должен любовь ставить выше денег всегда отношения. Точно так же родители с детьми. Родители должны быть очень строгими со своими людьми. Настолько строгими, насколько у них хватает на это любви. Так как у нас любви в сердце нет, поэтому и строгости нет. Почему мы поощряем бабу у своих детей? А потому что мы их не любим. Если бы мы их любили, мы бы позаботились об их жизни, об их судьбе и строго себя вели с ними. Но когда родители строго себя ведут и сильно их любят, дети не могут выйти из рамок. Потому что любовь их держит, а строгость их заставляет. Понимаете? В этом заключается воспитание. Но никогда человек не может воспитывать другого, если он не имеет своего примера. Никогда. Это невозможно. Это не работает. Поэтому надо самому сначала по-человечески жить. А потом уже пытаться что-то детей своих требовать. Выгнал ты ребенка из дома или нет? Правильно ты поступил или неправильно? На этот вопрос я ответить не смогу. Я не знаю ситуацию. С любовью ты сделал это или нет? Что послужило причиной? Я не знаю. Много чего, понимаете, я не знаю. Допустим, ребенок наркоман. А кого твоя вина в этом? Ты знаешь, почему он наркоманом стал? Может, ты дома ведешь себе праздную жизнь? И так далее. Вегетарианство нет насилия. А как же кожаные сумки, обувь, ремни? Шубки на витринах. Это следующий уже этап. Это все можно решить все эти вопросы. Мне, допустим, приходится кожаную обувь носить. Но шубку я могу и не кожаную носить. Потому что у меня есть такая возможность. У меня есть возможность чехол для компьютера сделать не кожаным. У меня есть такая возможность. Я это делаю. Пытаюсь так сделать. Надо стремиться к этому. В медической культуре в древних временах. Животное, когда само тело оставляло, с него снимали кожу. И тогда уже делали шубки и все прочее. Но это недавно не было насилия. Оно само тело оставило животное. Все. Нет насилия. Вы тоже, если хотите мясо есть, пожалуйста, животное само тело оставило, в своей смерти умерло, кушайте, если не подаритесь. Не хотите это кушать, да? Падали, не хотите кушать? Хотите грохнуть, зарезать сначала? Вот об этом и речь. Жить с мужем, отказавшись от ребенка. Стоит ли? Как отказавшись от ребенка? А, то есть он условия ставит? Или я, или ребенок? Нет, конечно, не стоит. Ребенок ближе к женщине, чем муж. Однозначно. Никогда женщина себе не простит. Не может муж ставить такой условий. Почему? Потому что он не муж. Настоящий муж принимает женщину с ребенком. У нее есть ребенок. Это и часть ее существования. Она не может отдельно от нее жить. Она как одно целое с ними. Это две души вместе. Где ребенок жил сначала? В одном теле были две души. Одна сверху, другая снизу. Все. Потом, когда ребенок вышел из тела, для матери он все равно точно так же на всю жизнь. Она как одно целое с ним. Она не может с ним разделиться потом. Поэтому это самообман остаться с мужем, отдав кому-то ребенка. Это для женщины просто самообман. Это не муж. Настоящий мужчина понимает, что нужно его жене. Ей нужен ребенок. Ее родной ребенок. Поэтому как она может от него отказаться? Как веды объясняют, неразвивающаяся беременность. Все развивалось и вдруг перестало развиваться. Объясняют, как болезнь. Часто это бывает от повышенного тонуса матки. Матка не дает развиваться. Иногда от того, что там хватает кровоснабжения матки. Иногда от того, что не хватает кислорода, анемия, допустим. Тогда ли это признак болезни? Так, как болезнь. И надо лечиться. Есть методы, которые позволяют вылечить это. И беременность будет развиваться. Кора какого дерева? Понимаете, ведическое знание, оно очень глубокое. Мы изучили 250 видов деревьев. И очень индивидуально подбираем все это. Это очень индивидуально. Вы даже представить себе не можете, как это индивидуально. Есть много параметров тонкого тела человека. И в соответствии с этим параметром также есть много параметров тонкого тела дерева. Мы совмещаем эти параметры, и тогда только мы делаем вот это назначение. Нам это 20 часов работы на одного человека занимает, чтобы он все подобрать. Это непросто. Зависит ли эмоциональный настрой женщины либо на стремление к знаниям, либо на приобретение счастья, на пол ребенка, которого она ждет. Нет, которого ждет не зависит. Это зависит во время зачатия. Смотрите. Если во время зачатия преобладает любовь мужчины к женщине, его сила, мужская сила преобладает, то рождается мальчик. Если преобладает любовь женщины во время зачатия к мужчине, тогда рождается девочка. Вот это влияет очень сильно. Влияет время зачатия. Например, в пасмурную погоду части рождаются девочки, в солнечную мальчики. Ясная погода, нет облаков. Мальчики чаще рождаются. Пасмурное расслабление означает женская энергия. Пасмурная погода женская. Девочки рождаются. Преобладание идет женской энергии в это время. Женская природа активнее себя ведет в отношениях. Четные дни имеют женскую природу, рождаются чаще всего девочки. Нечетные дни имеют мужскую природу, рождаются мальчики. Интересно? По опыту рождения двух сыновей я действительно тогда стремилась к знаниям. Не факт, что это. Если буду стремиться к любви и счастью, будет девочка или нет? Есть еще судьба. Иногда то судьбе девочке не положено. И ты хоть по-женски совсем любишь больше мужа. Знаете, есть много таких моментов. Я это все объясняю. Вот смотрите, допустим, мужчина кушает очень много сметаны, сыра, таких орехов перед тем, как зачать ребенка. А женщина постится. Больше возможности родиться мальчику. Потому что мужская сила преобладает. Мужчина, допустим, постится, женщина кушает больше. И как бы активно такая активность себя ведет. Получается, может, девочка больше вероятности. Но если не дотянете, то может родиться, допустим, мальчик с женским характером. Не повезло. Я же че. Моя подруга на протяжении последних трех лет живет воспоминаниями своей первой любви. Это невежество. Когда человек живет в прошлом, это невежество. Когда человек живет в будущем, это страсть. Птица счастья с завтрашнего дня. Прилетела крыльями звеня. Выбери меня, выбери меня. Птица счастья с завтрашнего дня. Это означает страсть. Люди в страсти живут в будущем. Вот завтра выучусь в школе, завтра будет хорошо. Выучусь в институте, будет хорошо, а сейчас тяжело. Вот когда я закончу, положение хорошее на работе займу, будет хорошо, сейчас тяжело. Вот когда я ипотеку выплачу, будет хорошо, сейчас мы учимся. Страстная жизнь. Всегда в будущем. Потом раз и умер неожиданно. Не дождался. Первая любви о встрече с бывшим возлюбленным. Эти воспоминания, с которыми год все ярче и ярче, испортит соотношение с мужем. Я переживаю за их психические состояния. Что-то здесь не то. Правильно вы говорите? Что-то здесь не то. Означает эгоизм. Вот смотрите, допустим, человек оставил тебя, и ты сильно его хочешь, означает эгоизм. И ты думаешь, что это любовь. Он уже забыл про тебя давно, а ты как хочешь его, хочешь, ждешь и ждешь. Зачем ты ждешь его? Это бунт. Бунт. Понимаете? Во-первых, это не любовь. Любовь всегда взаимную природу имеет. Она основана на верности. Основана, где тут верность, человек ушел, где верность. Уже нет любви. Это влюбленность. Влюбленность находится под влиянием духов. Я вам сейчас расскажу, как это происходит. Это девушка немножко одухотворенная. Женщина. Сейчас я вам объясню, как это происходит. Вот смотрите. Я тебе объясняю. Для того, чтобы усилить наши чувства, для этого всегда существуют определенные тонкие сущности, добрые, которые отвечают за отношения. Вот, допустим, два человека полюбили друг друга, и определенная сила начала между ними влиять. Теперь смотрите. Эта сила имеет тоже одушесленную природу. Это тонкая жизнь. Тонкие формы жизни очень сильно присутствуют в этом мире. Они менее разумны, чем мы. Поэтому мы не знаем о них. Они не знают о нас, потому что они на тонком плане живут. И так мы сотрудничаем. Например, вчера человек разгневался, тонкая сущность влияет на него какая-то определенная. Человек влюбился, другая тонкая сущность. Допустим, возьмите две игру, хотите проверить, что это так работает, я вам сейчас проведу эксперимент. Берете игрушку, покупаете в магазине красивую, хорошую игрушку. И другая красивая, хорошая игрушка у вас уже два года в доме. Вы ставите их рядом и смотрите. Одна живая и любимая, а другая пустая. Вот та, которая пустая, новая, в нее дух еще не зашел. Добрый дух еще не зашел. А та, которая любимая, в нее зашел. Дети почему с игрушками играют? Там есть добрые духи, они с ними ходят, их ласкают. И эти духи, они добрые, эти игрушки такие хорошие. Внешне видно, это невооруженным взглядом видно, ведь так? Хорошая игрушечка, думаю, ммм. Что, женщины, не знаете? Нет. Женщины любят в квартире вселить добрых духов, поэтому они любят как можно больше игрушек хороших. Чтобы больше игрушек, чтобы добрые духи защищали квартиру. Они наполняют квартиру игрушками добрыми, всякими вот этими. И они, ммм, ну, любят. Так создается атмосфера счастья в квартире за счет женской энергии вот этих духов добрых и так далее. Мы не знаем просто об этом ничего, но древние люди знали об этом. Они это понимали. Вот смотрите, один человек уходит из любви, то есть он сердце свое вырывает любовь и уходит. У него в сердце повод остается, а дух этот между двумя людьми спокойный, Раслаб. Потом, потом, сейчас, сейчас послушайте сначала. А тут, дух этот, вот этот, между ними, любви, он начинает атаковать так, как он питался отношениями, он кушает эти отношения. Он начинает одного из людей атаковать. Понимаете? Атаковать. И как эта атака выражается в чем? Он ему образы, образы рисует в сердце, что тот человек продолжает его любить, просто что-то не то с ним случилось, и поэтому он ушел. А так он любит. Интересно, когда он встречает этого человека, который бросил, смотрит ему в лицо, видит, не любит. Потом домой уходит, опять изнутри смотрит, любит. Опять с ним встречается, не любит. В сердце смотрит, любит. Так обманывает дух этот человек. И так люди могут 10, 15, 20 лет жить в отношениях с этим духом. Тот уже давно забыл. Его это вообще никак не касается. Память дальше, в памяти все эти отношения строятся только с этим духом любви. Все больше ни с кем. Разумный человек отвергает такие отношения. Он говорит, не хочу с этим совсем иметь дело. Начинается молиться святому человеку. Постепенно святость, все лишнее убирает изнутри. Когда к святому человеку мы молимся, то эти духи им жарко становятся. Они не могут эту энергию терпеть, и они выходят из человека. Поэтому тот, кто молится святому, он избавляется от всех ненужных духов, влияния этих всех. И у него голова становится ясной. И любовь другую природу имеет. Она основана на верности, служении. Когда человек служит другому человеку, то там уже не духи в отношении, влюбленность дает. Духи — это влюбленность. А любовь, она зависит только от Бога. От высшего. Понимаете? Настоящая любовь, она имеет духовную природу. Духи там не живут. Поэтому близкий человек уходит из жизни. Какое чувство возникает? Благодарности, чистоты, вечности в этих отношениях, радости, что я жила с этим человеком, какой-то печали. Но вот этого не возникает. А-а-а! Живут меня оставил! Это духи влияют уже так. Они мучают человека, когда уходит другой человек. А если духовные отношения были, они светлую память оставляют в сердце. Понимаете? Настоящая любовь. Светлую память оставляет, глубокое чувство, и люди не разлучаются. Они остаются вместе, и тот, и другой, продолжают любить друг друга. И тот, который ушел, становится ангелом-хранителем того, кто остался. Он охраняет его судьбу. Как? Он может не знать о нем, не помнить, но всегда его сила будет помогать в трудную минуту. Понимаете? Как это действует? Поэтому то, что с вашей подружкой произошло, это не любовь, моя хорошая. Это одержимость. И надо ее лечить от этого одержимости. А? Но бесноватность – это другое. Это злые духи. А это просто вот одержимость, как бы. Это… Я сейчас вам скажу, что это… Ты сейчас это поймешь. И мой смахнул слезу рукой, и снова вижу образ твой Мадонна. Ну, примерно вот это вот. Пора заканчивать к концу. Как перейти из гуны страсти в гуну плавости? Что для этого надо делать? А понимаете, они не пускают гуна-то. Или как ты перейдешь? Вот что… Опа! Мне понравилось в благости жить. Хочу хороших друзей, хорошую семью, верные отношения, благостную работу, хочу благостное общение, благостное, как бы, питание. Все благостное хочу. Фиг вам, китайская изба. Ничего не получится. Это милость, жить в благости. Человек сначала должен захотеть так жить. А дальше, смотрите, интересно все происходит. Первое, что он имеет право, всегда имеет право, хотеть благостной жизни в своем сердце. Также человек всегда имеет право в своем сердце поклоняться святому человеку. Однако, страсть, сила страсти не пускает его поклоняться ясне. Родственники, когда увидят, что ты понимаешь, все, что связано с гунами, немедленно настораживает всех вокруг. Допустим, ты там жил, как все, ну что-то свои, какие-то привычки имел. Гуны не менялись. Все нормально. Если, не дай Бог, ты начал молиться, поставил изображение святого, сразу, что такое? Что делать? Гуны поменялись, близкие люди пугают. Они удерживают тебя в тех гунах, которые в эту группу. Говорят, а что у меня с этим единым? Что он делает? Почему молимся? Это все ерунда. Это влияние секты. И так далее. Неслась. Опасно. Чувствует опасность. Поэтому, как человек должен переходить из-под влияния одной гуны в другую? Не претендуя ни на что. Очень смиренно. Смотрите, правило номер один. Никогда не спорьте с родственниками и не сражайтесь с ними за свою счастливую жизнь. Всегда принимайте их понимание вещей, терпите и ждите. Вы хотите поклоняться святому человеку? Поклоняйтесь так, чтобы это никого не трогало. Например, скажите, мой хороший, я хочу помолиться за то, чтобы у тебя на работе все было хорошо. Можно я это сделаю или нет? Я скажу, конечно. И все, вы садитесь и молитесь. Пять минут за то, чтобы мужу на работе было хорошо и полчаса за то, чтобы полюбиться другу человека. Может ли человек чуть-чуть обманывать родственников своим желанием служить Богу? Веды говорят, может. Потому что это не является в полной степени обманом. Он это делает на благо всех. понимаете? Поэтому почему мясо не кушаешь? Что-то дверьмина не нравится. Дверьмина не нравится. Чуть-чуть без мяса пожелусь. Чуть-чуть. А так хорошо мясо, да. Тебе, например, классно. А мне что-то не очень. Может, попробуешь? Давай попробуем. Раз. Дверь. Извини, я пойду, а он принимал, я шпал. Все, больше не будет приставленным. Философию не надо толкать. Мясо почему не ешь? А как эту дрянь есть? Ты же трубку, понимаешь? Трубку, понимаешь? Трубку, переструбку. На кладбище живем, в холодильник кладбище, кладбище, понимаешь? У него другие иконы, понимаете? Не понимает этого. Мы, допустим, я с учениками шел по мясокомбинату, там головы свиней лежали. Написнял, вот эта свинья, она такой характер был, вот этот такой. И эти люди, которые как бы залезали, свиней постоянно продавали, они так удивились, смотрят на меня. Мы как бы не в ту ботву заехали, понимаете? Ну, по их пониманию как бы все. Не трогайте родственников. Все меняется у человека постепенно. Пора поезд на поезд опоздать, хорошо. Татьяна будет довольна на поезд. Смотрите, все очень просто, все меняется постепенно. Человек просто сначала поклоняется в сердце святому человеку, изучает, как правильно жить, делает это, не трогая родственников, спокойно. Первое, что у него меняется отношение к родственникам, он начинает больше любить. Родственники это чувствуют и начинают больше позволять. Они чувствуют, если у тебя любовь прибавляется, значит, ты хороший. Пускай занимается чуть-чуть этим. Дальше, меняются отношения на работе. Работа не меняется еще, меняются отношения. Ты просто по-доброму начинаешь вести себя ко всем. Все к тебе по-доброму относятся. Дальше, меняется питание человека постепенно, меняется его образ жизни, меняется режим дня постепенно. Допустим, у него ночная работа, как мне жить? Благость, если у него ночная работа. Ничего страшного, продолжайте работать на своей работе, не надо ее бросать. Не надо никого бросать вообще, в принципе. Семья останется той же, ее вообще нельзя разрушать. Там отношения просто поменяются. Работа может поменяться со временем. Приходит время, и человек меняется, работа сама после. У меня был один пример, один мужчина в Москве, он возглавлял ночной клуб, в котором, когда он начал лекции слушать, он организовал такую тусовку, которой они там изучали, как правильно жить. Ночной клуб такой клуб. Такая тусовка, как бы без мяса, без алкоголя, такая. Очень, ну такая тусовка, как бы прогрессивная, ночная. Там очень много желающих было, потому что люди к этому стремятся, к этому. И он все был неудовлетворен, потому что он спать хотел поначалу, хотел жить благостной жизнью. И там так получилось, что его партнер просто взял его обманул и таким тайным способом взял и выкурил из-за команды, из-за хитро так сделал, и он остался без работы. И тут же ему хорошую работу предложили, в дневную. В дневную. И он приходит ко мне такой, говорит, Олег Геннадьевич, вы не представляете, как классно рано вставать по утрам, как классно спать по ночам. Я так счастлив. Кто со мной согласен поднимите? Ладно, нам пора заканчивать, уже правда. Сколько у нас времени уже? 50-й час? Я не мог, несколько консультаций проведу, а потом мне надо уже ехать, у меня в 1-600 поезд будет на Новосибирск поезд. Давайте все сидим прямо, зашла нас участие. Я вас вот по этой теме знания, вот это серия книг «Законы счастливой жизни». Почитайте 4 книги, там вот эти все вещи объясняются очень подробно. Вы прочитайте, у вас все будет кристально ясно говорить. Непростая тема, очень глубокая. У меня есть книга «Развитие разума». Развитие разума книга. Первый том вот такая толстая. Второй том выйдет, уже почти вышел, идет по почте уже вышел, «Развитие разума». Тоже такая толстая. Вот там в этой первой книге есть раздел «Знания». Пожалуйста, почитайте, там все описано, что такое духовное знание, что такое материальное, классификация дается, разбираются все виды знания, как постигать истину и все прочее. Я просто это очень глубокая научная тема, я не хотел лекцию этим всем как бы отягощать, потому что у вас лучше порядок. Это очень реально, очень глубоко и серьезно, чтобы серьезно изучать. «Развитие разума» книжка как раз для тех, кто хочет серьезно изучать. Поэтому изучайте по ней. Вот эта тема к ним доступна и понятна. Сравнение ведического знания с обычным знанием, ведическая наука и обычная наука, взгляды, торжество, отличие, в чем как бы единство, в чем противоположно и так далее. поизучайте и посмотрим. Сейчас будем тренинг проводить. Кто из вас первый раз пришел к кистике? Не так много. Мы уже вчера это делали, поэтому я вкратце вам объясню. Сейчас у нас будет тренинг. Необычное состояние почувствовать внутреннюю жизнь. Мы сейчас будем вспоминать святого человека, каждого своего и своей веры. Мы здесь не беспокоимся о том, что у нас разные веры, потому что это страсть. Беспокоиться о том, что у кого-то другая вера, признак страсти, а не благости. Благости человек любит любую веру, если человек верит в Бога, он очень благодарен за это. У каждого своя культура, своя вера, мы на уровне нравственности сейчас собираемся, и сейчас будем учиться внутренней жизни на этом уровне. Будем повторять слух, я желаю всем счастья. Этот настрой дает возможность сердцем соприкоснуться со всем залом, мне вот допустим, а вам с тем человеком, о котором вы будете думать. Как я проводил вчерашний настрой? Я вспомнил свою наставника, начал кланяться ему. Повторяю, я желаю всем счастья, я хотел, чтобы он сделал всех счастливыми, кто сидит в этом зале. Сначала я просто это желание испытывал, потом я начал чувствовать боль и трудности людей, которые сидят в зале, особенно несколько человек, очень тяжело было. Я как бы настроился на наставника очень серьезно, сказал себе, я не могу помочь этим людям, пожалуйста, твоя божественная сила может помочь. Я начал чувствовать, как этим людям все становится легче, 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 легче. Это внутренняя жизнь называется. Также вы должны просто вспомнить какого-то человека, кому тяжело сейчас в жизни. Идите историю расскажу. не опоздаю на короткое. Одна женщина ко мне вчера подошла после лекции и говорит, забыл историю. Она говорит, что я одному человеку желала, чтобы он избавился от пьянства. Что-то там произошло хорошее. Где эта женщина здесь есть? Неужели не пришла? И что-то произошло с ним. Реально она пожелала ему в этот день, а на следующий день то ли он раскаялся во всем, то ли какое-то озарение у него в жизни пришло. Это буквально на следующий день произошло, ей сообщили, что с ним вот этим человеком такие перемены. Она вчера подошла после одного сеанса такой эффект произошел. Ладно, надо повторять спокойно, поклоняясь святому плане, святому человеку, думая о нем и желая, чтобы он помог этому человеку, а не я. Вот так надо настраиваться. И постепенно все глубже и глубже чувства у вас будут, вот то, что вы сейчас будете делать. Называется внутренняя жизнь. Давайте попробуем. Я желаю всем счастья, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья, Я желаю всем счастье, я желаю всем счастье, я желаю всем счастье, Я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем счастья.